Уважаемые товарищи, сегодня на расширенном заседании коллегия нам по традиции предстоит проанализировать итоги работы Министерства обороны в 2020 году, определить приоритеты по дальнейшему развитию вооружённых сил. Уходящий год для всех выдался тяжёлым, сложным. Мир столкнулся, как известно, с эпидемией коронавирусной инфекции. Казалось бы, что само время требует от лидеров государства, от всего мирового сообщества предельной ответственности, объединения усилий. Но, к сожалению, далеко не всегда это было именно так. Мы видели, как вспыхивали новые и обострялись застарелые региональные конфликты, предпринимались действия, направленные на подрыв глобальной стабильности. И хочу сразу подчеркнуть, что в этой сложной, во многом беспрецедентной обстановке все поставленные задачи выполнялись Министерством обороны частями и подразделениями армии и флота профессионально и эффективно. Говорю сейчас о несении боевого дежурства, о ратной учёбе, об организации призыва на военную службу. И, конечно, это главная, ключевая задача – о перевооружении войск. Вот вчера вечером попросил начальника генерального штаба Валерий Васильевич, а сегодня с утра разговаривал с министром Сергеем Железовичем о том, как складывалась эта работа в предыдущие периоды времени в нашей стране. Очень любопытно. Посмотрите, во времена Советского Союза в Советской армии по силам общего назначения так называемая современность, то есть количество современных на тот период времени вооружения и техники составляло 54% по силам общего назначения, по стратегическим ядерным силам 65-70%. Это приличный, хороший показатель. В 2000 году уровень современных вооружений по силам общего назначения упал до критически низкого уровня, в 12%, а по силам ядерного сдерживания – до 35%. Я помню очень хорошо свои первые разговоры на этот счёт с министром обороны Сергеевым. Очень порядочный был человек и высокопрофессиональный ракетчик. Он мне тогда сказал, а что я могу сделать? Даже на содержание ядерных сил не хватает денег. Что у нас сейчас? К середине декабря 2020 года доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70%. Это по силам общего назначения. А в ядерных силах – 86%. Таким образом, наша армия и, что особенно важно, ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России. Но на что хотел бы обратить внимание. Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменений во всех критически важных для вооружённых сил сферах она необычайно высока. Это даже не Формула-1. Скорости изменений космические. Остановимся хотя бы на одну секунду и сразу начнём отставать. Поэтому уже в 2021 году по силам ядерного сдерживания мы должны достигнуть уровня современности в 88,3%. Мы знаем, что конкретно, по каким позициям нужно сделать. По силам общего назначения, в 2024 году должны выйти на уровень 75,9%, то есть почти 76%. В течение года высокая боеготовность войск, умение эффективно отрабатывать сложные и нестандартные задачи были продемонстрированы в ходе более чем 5700 учений и тренировок различного уровня. В том числе по масштабному учению «Кавказ-2020» с участием воинских контингентов пяти зарубежных стран. Ответственно и мужественно действуют наши военнослужащие в Сирии. По сути, их повседневная работа – это важнейший фактор стабильности на сирийской земле и в регионе в целом. С 10 ноября российские миротворцы приступили к выполнению сложнейшей миссии в Нагорном Карабахе. Их присутствие стало гарантией соблюдения договорённости о прекращении боевых действий. Они многое делают для улучшения гуманитарной ситуации и помощи беженцам, для разминирования территории и восстановления социальной инфраструктуры, для сбережения культурных, исторических, религиозных памятников. Рискуют собой, к сожалению, не без потерь. Рискуют своей жизнью, чтобы на эту землю вернулась мирная жизнь. Уважаемые товарищи, все мы, руководство страны, наших граждане, благодарны российской армии за незаменимую помощь, за незаменимый вклад в общую борьбу с эпидемией коронавируса, чего иначе. За помощь столь своевременную и действенную, ощутимую. С учётом открывающегося на днях медцентра в Южно-Сахалинске, за 9 месяцев текущего года Минобороны оперативно построило 30 медцентров для больных этой опасной инфекцией. В регионах с особенно сложной обстановкой было развернуто 8 мобильных госпиталей. Знаю, что специалисты, военные строители работали как в боевых условиях, действовали по армейским фронтовым законам, когда поставленная задача должна быть выполнена во что бы то ни стало, несмотря ни на что. Добавлю, что с самого начала эпидемии военные медики, военно-медицинские организации приняли на стационарное лечение почти 37 тысяч больных коронавирусом, в том числе порядка 13 тысяч гражданских лиц. Военные врачи, средний и младший медперсонал, всего более 18 тысяч медработников, медработников не только делали всё возможное, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в армии и на флоте. Они помогали своим гражданским коллегам, в том числе в составе выездных бригад, и всегда действовали профессионально, собранно с огромной самоотдачей, не жалея сил. Часто работали сверхурочно, чтобы помочь людям, оказавшимся в беде. Такие примеры, как всегда, в таких случаях доказывают известное у нас в народе выражение. Народ и армия едины. И мы видим, что это не пустые слова. Хочу ещё раз сказать большое спасибо военным и гражданским строителям за быстрое и качественное возведение медцентра, а всем сотрудникам военно-медицинской службы, за мужество и самоотверженность в борьбе с эпидемией. Я отмечу, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в честь 75-летия Великой Победы был проведён парад на Красной площади, а также парады ещё в 27 городах страны. Открылся и главный храм вооружённых сил и музей «Дорога памяти». В дистанционном формате состоялось множество других акций, посвящённых этому знаменательному для всех нас юбилею. Уважаемые участники, коллеги, повторю, мы видим, что военно-политическая обстановка в мире остаётся сложной. Высокие риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке, в других регионах мира. Не прекращается и военная активность блока НАТО. Продолжается деградация, к сожалению, системы контроля над вооружениями. Под надуманными предлогами США, как известно, уже вышли из договора по противоракетной обороне, по ракетам средней и меньшей дальности, по открытому небу. Нет определённости и в отношении договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого, как известно, истекает в феврале следующего 2021 года. Мы неоднократно уже заявляли о своей готовности продлить это соглашение. Ответа нет. Безусловно, мы детально анализируем текущую геостратегическую и военную политическую ситуацию. Прогнозируем возможные варианты её развития. В 2020 году завершилось планирование обороны государства на ближайшие пять лет. В ходе этой работы учтены все существующие и прогнозируемые угрозы безопасности России, а также растущие боевые возможности нашей армии и флота. Главный вывод очевиден. Будем и дальше активно и качественно развивать вооружённые силы, повышать их боеготовность и эффективность. Я об этом только что говорил в начале. В этой связи поручаю сосредоточиться на решении следующих ключевых задач. Первое. Это поддержание высокой боеготовности ядерных сил. Развитие всех составляющих ядерных триад. Это принципиально важно, чтобы гарантированно обеспечить безопасность нашей страны, сохранить стратегический паритет в мире. Об этом мы предметно, детально говорили в ходе очередной серии совещаний в ноябре этого года в Сочи. Такие совещания, как вы знаете, стали уже традиционными. Наши подходы в этой сфере носят сугубо оборонительный характер. И изложены в принятом в 2020 году документе об основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Второе. Столь же важно укреплять потенциал сил не ядерного сдерживания, прежде всего, высокоточного оружия. Мы не намерены производить и развертывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части России, так же, как и в других регионах страны. Но надо быть готовыми оперативно реагировать на размещение западными странами аналогичных средств вблизи наших границ. В случае вынужденной необходимости провести все ответные мероприятия, причём в кратчайшие сроки. Я не сомневаюсь, что мы сделаем это. Причём как в отношении мест базирования, соответствующих тем, которые нам будут угрожать, так и в отношении пунктов их управления. Третье. Это дальнейшее продолжение ритмичного переоснащения армии и флота на современные вооружения и технику. То есть, чёткое и своевременное выполнение заданий гособоронзаказа. Подчеркну, в стратегических силах у нас уже создан серьёзный научно-технический задел по образцам вооружения и техники, не имеющих мировых аналогов. В том же направлении должны развиваться и силы общего назначения. Добавлю, что Минобороны и предприятиям ОПК следует проработать вопрос о заключении долгосрочных контрактов по всем основным видам вооружения. При этом необходимо абсолютно исключить необоснованный рост стоимости заказа, использовать эффективные методики ценообразования. Четвёртое. Техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действия войск. А для этого нужно развивать военную науку. Не только изучать опыт современных вооружённых конфликтов и локальных войн, но и делать прогнозы на будущее. В том числе, учитывать появление в армиях о рядах зарубежных государств, оружия на новых физических принципах. Мы знаем об этом, работаем над этим, но надо держать это постоянно в поле нашего внимания. Пятое. В ходе боевой учёбы следует более активно осваивать, обкатывать вооружение и технику с элементами искусственного интеллекта. Только совсем недавно обсуждали это на Совете безопасности. В том числе, роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты, автоматизированные системы управления. Такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений. И не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя. Кроме того, в ходе предстоящего учения «Запад-2021» должны быть отработаны новые подходы к применению региональной группировки союзного государства. Уже сейчас некоторые наши соседи проявляют повышенный интерес к тому, что и как мы там планируем делать. Но мы же традиционно приглашаем наблюдателей, Сергея Ужгеновича. Надо на этот раз пригласить, пусть смотрят. Что же у нас всё открыто в этом смысле. Уважаемые товарищи, одной из значимых, безусловно, приоритетных задач остаётся повышение уровня социальных гарантий защитников Родины. Отмечу, что с 1 октября текущего года на 3% проиндексировано денежное довольствие военнослужащих. Не снижаются темпы жилищного обеспечения. За последние 3 года на выделенные из федерального бюджета субсидии квартиры приобрели более 15 тысяч военнослужащих. Служебное жильё получили 108 тысяч военнослужащих. В течение 2021-2023 годов постоянное жильё получат ещё более 10 тысяч человек. Служебное – 90 тысяч. Эффективно работает накопительная ипотечная система. Только за 2018-2020 годы её применение позволило обеспечить жильём свыше 57 тысяч военнослужащих. В ближайшие 3 года благодаря этой системе квартиры должны получить ещё 55 тысяч человек. Таким образом, с 2018 по 2023 годы всего постоянным жильём будет обеспечено почти 138 тысяч военнослужащих. А служебным – 198 тысяч. Причём с учётом компенсации за поднаём жилья последние цифры ещё увеличатся, поскольку только в 2020 году такие компенсации получили 59,6 тысяч человек. Будем и дальше улучшать условия жизни военнослужащих и их семей, военных пенсионеров. Уверен, налаженный тыл, без всякого сомнения, и вы, уверен, разделяете такой подход, будет укреплять обороноспособность армии и флота, боеспособность армии и флота и безопасность страны. Повысит и престиж военной службы. И в заключение хочу поблагодарить руководство и весь личный состав Минобороны, достигнутый в 2020 году результат. Уверен, что все вы и впредь будете самым достойным образом решать стоящие перед нами задачи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищ Верховный Главнокомандующий, в 2020 году расширилась география вызовов в нашей стране, возрастла роль военной силы в решении международных проблем. НАТО рассматривает Россию главной угрозой наращивания военного потенциала у наших границ. Соединенные Штаты Америки начали переслокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии. На 15% по сравнению с прошлым годом возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолетов и кораблей вблизи российских границ. Наращивается передовое присутствие американских кораблей в Арктическом регионе. Системными стали тренировки НАТО, проводимые одновременно у западных, южных и восточных рубежей России. Только в августе-сентябре в них участвовало 55 боевых самолетов, включая стратегические бомбардировщики и 12 кораблей-носителей высокоточного оружия. Мы внимательно отслеживаем эти учения, принимаем зеркальные меры. Наша ядерная отряда содержится на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание в РВСН. В РВСН более 95% пусковых установок содержится в постоянной готовности к боевому применению. В дальней авиации успешно решаются задачи воздушного патрулирования. В текущем году осуществлено 50 полетов стратегических ракетоносцев по установленным маршрутам. Ракетные подводные атомные крейсеры несут плановую боевую службу в назначенных районах Мирового океана. Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности, доведенным до 86%. В этом году три ракетных полка РВСН переоснащены на ракетные комплексы «Ярс». Продолжается переоружение первого полка на ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком «Авангард». Авиационные и стратегические ядерные силы пополнились пятью модернизированными ракетоносцами Ту-95МС. В состав военно-морского флота принят головной атомный подводный крейсер «Борей-А» «Князь Владимир». Вооруженные баллистическими ракетами «Булава» с современным комплексом средств преодоления противоракетной обороны. Для ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» создана современная инфраструктура. В этом году в интересах РВСН построено свыше 950 зданий и сооружений. В сухопутные войска поставлено более 3500 новых и модернизированных образцов вооружения, включая 220 танков и других боевых бронированных машин. Свыше 1500 единиц автомобильной техники. Сформирована новая мотострелковая дивизия, ракетная и артиллерийская бригада. В воздушно-космических силах сформировано 13 воинских частей, в том числе военно-транспортный и авиационный полк и зенитно-ракетный полк. Поставлено 147 летательных аппаратов, более 150 образцов техники ПВО, включая 4 зенитно-ракетных комплекса С-400 и 24 боевые машины «Панцирь-С». В целях развития аэродромной сети вооруженных сил реконструированы взлетно-посадочные полосы на 14 аэродромах. Построено свыше 270 зданий и сооружений. В воздушно-космические силы начали поступать первые современные комплексы разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов средней дальности иноходец и форпост. Нарастили боевые возможности единой космической системы. В мае текущего года запущен 4-й космический аппарат «Купол». Тем самым выполнен второй этап развертывания орбитальной группировки ЕКС. Реконструированный стартовый комплекс для ракет «Союз-2» и монтажно-испытательный комплекс для ракет-носителей тяжелого класса. Успешно осуществлен испытательный пост ракеты «Ангара-А-5» с массогабаритным макетом космического аппарата. Военно-морской флот получил 2 современные подводные лодки, 7 надводных кораблей, 10 боевых катеров, 10 судов и катеров обеспечения. По количеству береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» вышли в этом году на показатель 74% от потребности. В боевом составе военно-морского флота сформирована мотостровковая дивизия и береговая ракетная бригада. Реконструирован штаб Черноморского флота с глубокой модернизацией системы управления. В Махачкале введены в эксплуатацию объекты военной инфраструктуры Каспийской флотилии, в том числе Причальный фронт. В ее основном пункте базирования Каспийский завершена отсыпка северного и южного молов протяженностью около 3 километров. Таким образом, задача по переважению, поставленная Верховным Главнокомандующим, в майском указе 2012 года выполнена. Уровень современности в вооруженных силах составляет 70,1%. В целях его дальнейшего повышения Министерства обороны ведется работа по совершенствованию методов ценообразования. Это позволило исключить необоснованный рост стоимости государственных контрактов в 2018-2020 годах, сравнить в объемах государственных программ вооружения 551 миллиард рублей, направить эти средства на переоснащение войск. Применение опережающего финансирования позволяет решить проблему дефицита средств на строительство кораблей дальней морской зоны и обеспечить сокращение сроков поставки современных самолетов. В настоящее время ведется строительство 16 и модернизация 19 надводных кораблей дальней морской зоны. Еще на 6 будут заключены государственные контракты в следующем году. Всего с учетом действующих гостронтрактов общее количество строящихся и модернизируемых боевых кораблей дальней морской зоны составит 41 единицу. По авиационной технике предусматриваются досрочные поставки 94 самолетов и вертолетов к исходу 2024 года. В их числе 22 самолета Су-57, количество которых к 2028 году будет доведено до 76 единиц. В планированные показатели закупок современных образцов за счет принятых мер позволят довести к концу 2024 года уровень современности армии и флота до 75,9%. В перспективе предусматривается выйти на заключение долгосрочных контрактов по всем основным видам вооружения. За счет них предприятия ОПК смогут уверенно планировать свою работу на 7 лет вперед, закупать необходимые материалы и эффективно вести хозяйственную деятельность. В начале следующего года заключим двевосрочные контракты на дополнительную закупку высокоточных ракет большой дальности, чем увеличим их количество в два раза. Подробно об этом доложим на совещаниях под вашим руководством в Сочи. Заканчивая теме провожения, хотел бы подчеркнуть, что наши вооруженные силы вошли в число самых передовых и наиболее технологически развитых армий мира. По уровню современности мы выше аналогичных показателей вооруженных сил многих государств. При этом по затратам на оборону в текущем году Россия переместилась с 8 на 9 место. Перевожение армии и флота осуществлялось в условиях ограничительных мер. При этом возникла угроза невыполнения государственного оборонного заказа над предприятиями ОПК. В разгар пандемии 2 миллиона 300 тысяч специалистов находились на самоизоляции. Большинство предприятий прекратили работу. И только вмешательство Верховного Главнокомандующего позволило восстановить производственные процессы и не допустить снижения объемов выпуска оборонной продукции. Созданная в Министерстве обороны система финансового мониторинга дала возможность отслеживать в условиях ограничительных мер ход исполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Своевременная корректировка жестких мер самоизоляции позволила не только сохранить темпы исполнения гособоронзаказа, но и выполнить социальные обязательства перед трудовыми коллективами и бюджетной системой. В рамках помощи населению специалисты военно-строительного комплекса за 9 месяцев в 23 субъектах страны развернуто 30 многофункциональных медицинских центров в общей площади более 200 тысяч квадратных метров. Вчера Владимир Владимирович Южно-Сахалинский ввели 30-й. Они оснащены самым современным оборудованием. Благодаря принятым мерам показатель заболеваемости коронавирусом в вооруженных силах на 100 тысяч человек на 37% ниже, чем по стране. Для этого с апреля в 2,5 раза увеличено число лабораторий ПЦР исследований и в 7 раз количество тестов в сутки. Этим закрыли потребность тестирования военнослужащих гражданского персонала вооруженных сил. Время получения результатов анализов сокращено с 2 дней в апреле до 4 часов в июне. Для стационарного лечения в военных госпиталях развернуто свыше 8 тысяч КОМЕС, половина из которых используется в интересах населения. С начала пандемии медицинская помощь оказана более 13 тысячам гражданских пациентов. Кроме того, меры социальной поддержки получили около 5 тысяч ветеранов, а также многодетные семьи военнослужащих и потерявших кормильцев. В целях ранней диагностики коронавируса количество томографов увеличено в 8 раз, что позволяет проводить исследования в день обращения без сбоев и очередей. В настоящее время в вооруженных силах активно ведется массовая вакцинация. В военноучебных заведениях введен жесткий карантин, образовательные организации работают в плановом режиме с использованием электронной обучающей системы. Благодаря этому обучение не прорывалось. Во время пандемии свою эффективность показали телемедицина. Количество удаленных консультаций увеличилось в 5 раз. Санитарная авиация Министерства обороны в течение года выполнил 191 рейс и эвакуировано 630 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РКБ защиты принял участие в разработке вакцины спутник ВИИ. На базе лечебных учреждений Министерства обороны проведено ее испытания. Отмечу, что данный институт единственная в России исследовательская организация сертифицированная ОЗХО. При этом ее экспериментальная база не обновлялась с 1992 года. Благодаря за вашу, Владимир Владимирович, поддержку предложений по созданию в 48-м ЦНИИ современного лабораторно-экспериментального комплекса. Это позволит участвовать в международных исследованиях по направлениям деятельности института, а также составать перспективные вакцины и лекарственные препараты. В настоящее время правительством Российской Федерации прорабатывается вопрос выделения дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели. В вооруженных силах, как и в целом, по стране высокий уровень онкологических заболеваний. В 2021 году в интересах военнослужащих и сотрудников других силовых структур предлагается начать строительство единого онкологического центра на базе госпиталя имени Бурденг и многопрофильного центра в Севастополе. У нас в этом городе порядка 150 тысяч силовиков и членов их семей, достойного медицинского учреждения к сожалению нет. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас поддержать совместную инициативу силовых медов по созданию указанных объектов. Вооруженные силы в условиях пандемии полностью сохранили высокую боеспособность и выполнили все плановые мероприятия. Весомый вклад в подготовку личного состава внесли внезапные комплексные проверки боевой готовности войск, проводимые постоянно в течение семи лет. В этом году их было две, но более масштабные, чем ранее. В результате проверены все военные круга, Северный флот, виды и рода войск вооруженных сил. За год в вооруженных силах проведено свыше 18,5 тысяч мероприятий подготовки различного уровня. На 5% повысилась интенсивность межвидовой подготовки и на 6% двусторонних учений. Высокий интерес зарубежных стран сохранился к армейским международным играм. В этом году они проходили на территории пяти государств. Всего приняло участие более 3 300 военнослужащих из 32 государств. Конкурсы армейских игр посетили свыше 1 миллиона 200 тысяч человек. Главным мероприятием боевой учебы стала стратегическая командно-штабное учение Кавказ 2020. Оно показало высокий уровень подготовки органов военного управления стратегическо- оперативного уровня, способность группировок войск надежно обеспечить военную безопасность России на юго-западных рубежах. Военно-морским флотом проведено масштабное межвидовое учение Океанский щит. Созданная группировка продемонстрировала способность эффективно выполнять задачи по защите наших национальных интересов, в окнатолиях трех океанов и девяти морей, включая Северный морской путь. Кораблями и судами военно-морского флота выполнено 140 походов во все стратегически важные районы мирового океана. Осуществлено 122 визита и деловых заходов в порте 28 иностранных государств. Успешно проведены международные учения славянское братство, мост дружбы, селинга и дружба. В рамках УДКБ приняли участие в специальном учении по материально-техническому обеспечению эшелон и в КШУ с миротворческими силами нерушимое братство. Продолжаем формировать профессиональную армию. По окончании вузов войска направлено 13 тысяч офицеров-выпускников. Уровень комплектованности офицерских должностей составляет более 96%. Растет количество контрактников. Во всех видах и родах войск вооруженных сил по численности они почти в два раза превышают призывников. Плановая поставка нового вооружения и военной техники определяет потребность контрактников по ряду специальностей. Уже сегодня дефицит них составляет 6% от расчета необходимой численности. К исходу 2022 года он может вырасти до 14% при отсутствии надлежащего финансирования. Данный вопрос прорабатывается правительством Российской Федерации. Набор курсантов военные вузы из-за пандемии проведен специальными выездными группами по регионам их проживания. Слушатели в академии собирали и отбирали с использованием видеоконференц-связи без отрыва от исполнения служебных обязанностей и боевой службы. Всего зачислено свыше 12 тысяч курсантов и более 1 тысячи слушателей. В текущем году первых воспитанников встретил филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Тем самым мы завершили создание сети Нахимовских училищ во всех флотах. Сувородцы Тверского и Северокавказского училищ приступили к занятиям на новых фондах, полностью оснащенных самой современной технологичной учебно-материальной базой. военно-научный потенциал вооруженных сил повышается военнослужащими 17 научных рот. Им получено 14 патентов на изобретение, разработаны 84 рационализации предложения и 44 прикладные математические модели. Совместно с руководителями субъектов Российской Федерации продолжено решение социальных проблем военнослужащих и членов их семей. Вопросы трудоустройства жен и обеспечения идти местами в детских садах решены. За год дошкольное учреждение принято более 2 тысяч детей. В текущем году денежное довольствие проиндексировано на 3%. В сиюле введена денежная надбавка отдельным категориям военнослужащих, а она затронула более 45 тысяч человек, которые в среднем получили ежемесячную прибавку в 23 тысячи рублей. В то же время в течение 5 лет из-за отсутствия индексации образовался дефицит средств на выплаты денежного удовольствия, который требует ежегодного перераспределения финансов с других видов расходов. В целях недопущения снижения выплаты военнослужащим предлагается рассмотреть возможность увеличения фонда денежного удовольствия в 2021 году. В течение года на высоком уровне поддерживались темпы обеспечения военнослужащих жильем. Всего обеспечено более 111 тысяч военнослужащих. При этом сохранился плановый режим обеспечения постоянным жильем. Его получили около 6 тысяч человек. Более 11 тысяч военнослужащих по накопительной ипотечной системе реализовали свои права на жилье в 2020 году. ежегодно на 10-11 процентов увеличивается количество военнослужащих обеспеченных служебными жилыми помещениями. В текущем году их получили 35 тысяч человек. Компенсация за поднаем жилья выплачена более 59 тысяч военнослужащих. В июне 2019 года вами, Владимир Владимирович, поддержано наше предложение о повышении размера денежной компенсации за поднаем жилья контрактникам из числа рядовых и сержантов. что существенно увеличило приток на контрактную службу. Министерство обороны продолжает планомерное развитие военной и социальной инфраструктуры в арктической зоне. За последние два года увеличено и введено в эксплуатацию свыше 360 зданий и сооружений общей площадью более 413 тысяч квадратных метров. На острые земля Александры полностью завершили обустройство военной базы. Это единственный в мире объект на 80-м градусе северной широты. Всего он насчитывает 334 здания и сооружения. Взлетно-посадочная полоса на аэротроме Нагурская увеличена до 3,5 километров. Введены в эксплуатацию объекты второй очереди военного городка в Тикси для 300 военнослужащих соединения ПВО. Продолжим мероприятие по ликвидации экологического ущерба Арктики. За год собрано 2830 тонн металлолома. Полностью завершены работы по очистке на мысе Морес-Але, острове Кельдин и территории национального парка Шантарские острова. Всего с начала данных работ собрано 26 тысяч тонн металлолома, более 20 тысяч тонн вывезено. Министерство обороны и Русским географическим обществом проведено 12 совместных экспедиций в ходе самой масштабной из них арктические архипелаги, исследованы экология региона и морское дно Северного Ледовитого океана. Совместно с компаниями Газпромнефть и Роснефть продолжается строительство шести топливозаправочных комплексов на военных аэродромах. Всего с начала реализации инвестиционных проектов построено 14 топливозаправочных комплексов. Совместно с компанией Неветек котельная переводится на сжиженный газ. До 2025 года их будет более одной тысячи. Это позволит сократить расходы на потребление котельного топлива на 15%. подразделениями МТО полгода эксплуатируется 819 километров магистрального трубопровода для снабжения водой Симферополя и центральной части Крымского полуострова. Уже подано более 6 миллионов кубометров воды. В текущем году для Севастополя завершили строительство водовода и гидротехнических сооружений, позволяющих ежесуточно поставлять 15 тысяч кубометров воды. С 1 марта следующего года ежесуточная подача воды увеличится еще на 50 тысяч кубометров за счет завершения строительства водозабора и инженерной инфраструктуры. С 10 ноября в соответствии с трехсторонними договоренностями российским войским контингентом успешно проводятся мероприятия операции на территории Нагорного Карабаха. Кратчайшие сроки группировка российских войск развернута в назначенных районах и приступила к выполнению задач на 23 наблюдательных постах. На сегодняшний день не допущено ни одного серьезного инцидента. Открыто и поддерживается безопасное движение гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору. Под руководством российских миротворцев произведен обмен военнопленными между армянской и азербайджанской сторонами по принципу всех на всех. Также организован обмен телами погибших. Мирные граждане в условиях полной безопасности возвращаются в районы проживания и восстанавливают свои дома. Им помогают военнослужащие Центра управления миротворческой деятельностью. С 14 ноября российские миротворцы обеспечили возвращение более 42 тысяч беженцев. Осуществляется разминирование территории Нагорного Карабаха. Всего обезврежено более 6 тысяч взрывоопасных предметов. Для размещения российских миротворцев в Степанакерте возведено два современных блочно-модульных городка общей емкостью 330 человек. До 1 апреля следующего года развернем 32 городка. В результате для миротворческого контингента будут созданы комфортные условия службы и быта. Российская группировка войск продолжает и выступать гарантом сохранения мира в Сирии. Совместно с турецкими военнослужащими осуществляется патрулирование по дорожным маршрутам на северо-востоке Сирии, а также тесное взаимодействие в Идлибской зоне деэскалации. При содействии российского воинского контингента организовано движение гражданского автотранспорта по трассе М4 на севере Сирии с 25 мая российская военная полиция сопроводила около 35 тысяч автомобилей и более 66 тысяч человек. Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон провели свыше 2,5 тысяч гуманитарных акций. Обеспечена проводка более 650 гуманитарных конвоев по линии организации объединенных наций. Военные медики оказали помощь свыше 130 тысячам мирных жителей. Благодаря эффективной работе межведомств и координационных штабов России и Сирии места довоенного проживания вернулись более 2 миллионов сирийских граждан. При активном участии Министерства обороны в Дамаске проведена международная конференция по возвращению беженцев. Она способствовала активизации процесса возвращения беженцев и оказания им гуманитарного содействия. Расширился круг стран, желающих помочь сирийскому правительству. Совершенствуются военные и социальные инфраструктуры на наших базах в Сирии. На аэродроме Хмимим для всех боевых самолетов возведены укрытия. В этом году построено еще 9 таких сооружений для вертолетов. В пункте МТО военно-морского флота в Тартусе проведена реконструкция и модернизация казарминно-жилищного фонда и материально-технической базы. Международное военное сотрудничество в этом году охватывало 96 стран. В сфере военно-технического сотрудничества приоритетными партнерами для нас оставались Китай, Индия, Египет, Алжир, Вьетнам, Турция и Мьян. Продолжили укреплять союзические отношения со всеми странами ОДКБ, СНГ и ШОС. Выполнили все ваши поручения по оказанию помощи населению шести иностранных государств по борьбе с пандемией. В текущем году под российским председательством проведено первое в истории совместное заседание министров обороны государств ШОС, СНГ и ОДКБ. Это новая авторитетная переговорная площадка для обсуждения и решения актуальных проблем национальной безопасности. Ежегодное проведение форума «Армия» укрепляет международное военно-техническое сотрудничество. Его гостями и участниками стали делегации из 92 иностранных государств, а количество посетителей превысило 1 миллион 400 тысяч человек. На полях форума субъекта МВТС заключены экспортные контракты на поставку военной продукции и на заказчикам на сумму более 380 миллионов долларов и подписан ряд международных соглашений. Кроме того, заключено 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 1 триллиона 160 миллиардов рублей. Командующие и командиры совместно с военно-политическими органами поддерживали высокий уровень морально-психологического и морально-политического состояния войск и готовность к выполнению боевых задач в любых условиях обстановки. В год 75-летия победы Министерства обороны реализованы крупные приоритетные и культурные проекты. Военные парады проведены в 28 городах. Традиционно в этом году провели главный военно-морской парад. Событием года стало открытие и освещение главного храма вооруженных сил и музейного комплекса «Дорога памяти». В нем размещены данные на 34 миллиона участников Великой Отечественной войны. Уникальный комплекс уже стал центром духовного притяжения военнослужащих и граждан страны. Даже в условиях ограничений его посетили более 1 миллиона человек. Мы чтим историческую память о героях Великой Победы и защищаем ее. Отмечу, что по нашей инициативе принят федеральный закон, которым предусматривается уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и памятник защитникам Отечества. Успешно развивается самое многочисленное молодежное движение юно-армии, которое охватывает все субъекты Российской Федерации и объединяет более 740 тысяч подростков. Совместно с руководством Москвы и Московской области создан круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В текущем году начали работу еще 23 таких региональных центра. До 2023 года они будут созданы во всех субъектах России. Товарищ Верховный Главнокомандующий, все задачи, определенные на 2020 год, вооруженными силами выполнены. Их боевые возможности возросли на 13%. Обеспечен заданный уровень поддержки обороноспособности страны. Завершена разработка плана обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы. Он вами утвержден. Реализация всех заключенных контрактов обеспечила поставку более 250 тысяч единиц вооружения и средств поражения к ним. Уровень выполнения заданий ГОС составил по закупкам 99,8% по ремонту и модернизации 99,7%. Переоружение армии и флота, а также плановый ремонт позволили поддерживать исправность военной техники на уровне 95%. Введено в эксплуатацию 3200 зданий и сооружений. При этом военно-строительный комплекс реализовал масштабные инфраструктурные проекты в течение 4-7 месяцев. В 2020 году общий объем переданных пользователям капитальных вложений составил свыше 275 миллиардов рублей, что почти в два раза превышает показатели прошлого года. Тем самым значительно снижен объем незавершенного строительства. Проблемные вопросы и пути их решения учтены в планы деятельности Министерства обороны на 2019 и 2025 годы. В 2021 году Министерство обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. По перевооружению поставить на боевое дежурство в ракетные войска стратегического настощения 13 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами ЯРС и Авангард за счет дополнительного финансирования выделенного на производство данных комплексов выйти на уровень современности стратегических ядерных сил 88,3%. Завершить строительство для комплексов ЯРС и Авангард инфраструктуры в Козельске Ясном Ужуре Новосибирске Яшкар-Але обустроить в районе поселка Северный Сейский испытательный полигон для проведения летных испытаний ракетного комплекса Сармат. Приступить к государственным испытаниям модернизированного самолета Ту-160 Принять в состав флота два атомные подводные крейсера проекта Борей-А Князь Олег и генералиссим Суворов оснащенные баллистическими ракетами Булава По силам общего назначения Поставить сухопутные войска воздушно-десантные войска и береговые войска военно-морского флота более 500 современных боевых бронированных машин Сформировать зенитную ракетную бригаду в Южном военном округе Поставить воздушно-космические силы и морскую авиацию военно-морского флота более 100 новых и модернизированных летательных аппаратов Завершить строительство радиолокационной станции высокой заводской готовности в Воркуте и поставить ее на опыт на боевое дежурство Начать работы по строительству РЛС Яхрома в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее Принять состав военно-морского флота 4 подводные лодки 6 надводных кораблей 22 катера и суднообеспечения Подготовить и провести с вооруженными силами России и Белоруссии совместное стратегическое учение Запад 2021 Провести Международный военно-технический форум Армия 2021 Открыть Омский Кадетский военный корпус на новых фондах Вести эксплуатацию 3000 зданий и сооружений с поставками новых образцов синхронно с поставками новых образцов вооружений и военной техники Исходя из доводимых бюджетных ассигнований на соответствующие цели Товарищ Верховный Главнокомандующий в соответствии с вашим поручением в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие вооруженных сил и повышение их качественного состояния Подробные итоги деятельности обсудим в ходе закрытой части заседания коллегии Доклад закончен Спасибо Сергей Кружгенович Мы сейчас будем завершать в этой части с моим участием вашу работу Что я хотел бы сказать в завершении Мы сейчас послушали доклад министра отчет по сути дела У военного ведомства очень много задач и очень много направлений работы Они все важные Нет ничего второстепенного Взять хотя бы участие Минобороны в борьбе с пандемией Я с этого начал Сергей Кружгенович об этом сказал Действительно хорошо медики отработали Это вот чувство гордости возникает за них И организация хорошая и методики хорошие протоколы правильные подчас даже поэффективнее чем в гражданской сфере и вовремя и в хорошем качестве сделано Не допустили ни в АПК сбоя ни вспышки заболеваемости ни в рядах вооруженных сил И задачи все выполнили по подготовке войск по выпуску необходимой техники предприятиями АПК Также и по очень многим другим направлением вашей работы Направлений их много Но что главное для всех кто принимает участие в нашей сегодняшней работе понятно Главное это обеспечение обороноспособности страны И здесь очень важно Я сказал это в своем выступлении во вступительном слое Скорость изменения в научно-технической сфере чрезвычайно высокая Очень важно ничего не пропустить Ничего не пропустить Внимательно наблюдать за тем что какие возможности открываются в связи с развитием Вот это чрезвычайно важная вещь Нельзя ни в коем случае почивать на лаврах Да мы говорим и я с гордостью повторяю неоднократно это уже делало что у нас появились вооружения которых в мире нет Ну прежде всего имеется ввиду конечно гиперзвуковое оружие Вот мы сейчас разрабатываем планы как со стилетов значит на которых авангард размещается перевести на перспективные разрабатываемые ракетные комплексы боевой маневрирующий блок Много и других планов не только в сфере триады ядерной но и по обычным вооружениям Но мы с вами знаем и должны отдавать себе отчет в том что ведущие армии мира тратят огромные несопоставимые с нами ресурсы для того чтобы обеспечить свое превосходство У нас нет шансов нет шансов ему ступить ни в чем Хочу чтобы это было понятно для всех Вы знаете мудрость народную да самое плохое это что делать чего нельзя допустить это догонять и просить а если нам снова не придется догонять то тогда и просить не нужно будет я вот хочу вас нацелить на эту работу не на рутинную хотя рутины много у всех во всех сферах в том числе и вооруженных силах рутина нам не должна застилать глаза и наши успехи последних лет не должны нас ни в коем случае останавливать в движении вперед я хочу поблагодарить вас за службу прошедший год был сложным тяжелым вооруженные силы вся вооруженная составляющая государства все что с этим связано показали свою высокую мобилизационную готовность и не просто жизнеспособность а возможность к развитию в любых условиях обстановки вам это удалось надеюсь на такую же позитивную работу и в будущем году спасибо вам большое всего доброго